Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала «Все мы родом из детства», актер Юрий Яковлев-Суханов. Рекс Стаут. Завещание. Часть восьмая. Заключительная. Сэйра поглядела на его осунувшееся лицо, покрасневшие глаза и, жалобно вскрикнув, метнулась к нему на грудь. «Папочка! Папочка, мой дорогой!» И то, что она столь неофициально обнимала и целовала его, сразу внесло разрядку в общую напряженность. В горле у Дана послышались какие-то подозрительно хлюпающие звуки. Селия Флит, едва сдерживая слезы, кусала нижнюю губу. Стопфер пристально смотрел в сторону. Глаза у него были такими же красными, как у Дана. Джун присела на кресло и откровенно вытерла носовым платком две медленно ползущих по щекам слезинки. Мэй заговорила первой. «Я никак не ожидал от нее такого придирчиво-призрительного тона. Я не хотела сюда приезжать. Сестра и муж настояли. Как можно назвать ваш поступок? Трусостью или предательством?» «Послушайте, мисс Хаутерн, вы совершенно напрасно...» «Эйприл арестована», — сообщила Джун. «А я все пытался успокоить их, подставляя стулья то одному, то другому. Сборище и вправду выглядело жалким». «Она не арестована», — поправил ее Дан, машинально опускаясь на стул и стараясь быть прежде всего юристом. Ее просто пригласили в лаборатору. Правда, учитывая сложившиеся обстоятельства...» «Прекрати, Джон!» — закричала Мэй. «Зачем ты распинаешься?» «Прежде всего, пускай этот человек объяснит нам...» «Пожалуйста, господа!» Вульф будто воздух от себя оттолкнул ладонью. «Прекратите перебранку! Что у вас с головами?» Затем он взглянул на Мэй. «Очевидно, мисс Хаутерн негодует на то, что после обнаружения трупа мисс Карри я решил вернуться домой и обдумать все в спокойной обстановке, а не ломать себе мозги на голодный желудок. Я считал, что у вас больше здравого смысла. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Тут присутствовал лишь трезвый расчет, а не трусость и непредательство. Кроме того, я ведь не ответственен перед вами. Вы же сами поручили мне вести переговоры с мисс Карри, но она мертва. А мистер Дан попросил меня расследовать смерть только мистера Найеля Хаутерна. Он повернулся к Дану. «Наша договоренность сохраняется?» «Да, конечно». В его голосе не слышалось особого энтузиазма. «Но что вы сможете сделать теперь?» Прескотт отправился вместе с Эйприл. «Давайте немного разрядим обстановку», — предложил Вульф. «Эйприл не угрожает никакая опасность. Она делается лишь неприятным разговором». Все они так и уставились на него. «Откуда вы знаете?» — спросила Мэй. «Я еще много чего знаю. Но пока сообщаю только это и советую принять мое заявление на веру. Болтать впустую я не привык». «Теперь, мистер Дан, поговорим о деле. Вчера мистер Гудвин увидел, как мисс Карри разговаривала в приемной с переодетой Эйприл Хаутерн. Закрыв лицо вуалью, она изображала миссис Наэль Хаутерн. Дан кивнул. «Да, но с одной стороны...» «И вам именно об этом нужно сейчас посоветоваться, но сперва еще кое-что». Мистер Гудвин чисто случайно обнаружил там мистера Стоффера за драпировками. «Вчера вечером тот предложил Гудвину тысячу долларов за молчание. Гудвин от взятки отказался, но полиции ничего не сказал. Ровно как и я инспектору Кремеру. Теперь мы могли бы заключить со Стоффером соглашение. Поскольку он был заместителем Хаутерна в иностранном отделе Даниэля Галлина и Компани, он, очевидно, знает правду об утечке информации по поводу аргентинского займа. Если все произошло так, как вы заподозрили вчера... «Вы опоздали», — угрюмо бросил Стоффер. У Вульфа приподнялись брови. «Опоздал?» «Вы хотите, чтобы Дан заставил меня рассказать все, как было? Иначе, мол, сообщите полиции, как я прятался от Нейо Микари за портьерами, правильно?» «Мне кажется, попробовать стоит». «Ну так вы опоздали. Пока Хаутерн был жив, я не мог раскрыть Дану глаза. Понимаете, это было невозможно. А сегодня утром все ему выложил. Потом мы вместе прижали миссис Хаутерн и заставили ее подписать заявление. Она же в отместку отправилась в полицию и наврала там бог знает что». «Мы не можем знать, о чем она им говорила», — возразила Мэй. «Даже если в ее словах не было ни капли лжи, все равно Эйприл находится в опасности, несмотря на заявление Вульфа». «Давайте расчищать дорогу по мере продвижения вперед», — с невозмутимым видом изрек Вульф, будто и не слышал очередного выпада директрисы колледжа. «В таком случае, мистер Дан, вам удалось выйти чистым из этой неприятной истории займом». «С меня снято обвинение в вероломстве и предательстве», — угрюмо ответил тот. «Но я позволил мерзавке обвести себя вокруг пальца. Да и вообще, что болтать бестолку? Теперь все кончено». «Но так говорить еще рано», — не согласился Вульф. «Пока я не завершу расследование, думать о конце преждевременно. Более того, сейчас появились шансы, что уже сегодняшней ночью вы сможете спать спокойно. В крайнем случае завтрашней. Вам только нужно помочь мне устранить кое-какие препятствия», — зазвонил телефон. «Извините». Я снял трубку своего аппарата, но Вульф, очевидно, страшно нервничал, ибо схватил свою одновременно со мной. «Кабинет Нера Вульфа», — строго сказал я. «Арчи, это Сол Пензер. Сейчас пятнадцать восемнадцать. Докладываю из...» Его прервал голос Вульфа. «Подожди у телефона». Вульф бросил свою трубку на рычаг, поднялся с места, коротко предупредил. «Никакой болтовни, Арчи!» И вышел из кабинета. Фрид, задержавшийся у двери, вышел вместе с ним. Я вставил вилку в кухонную отводку, подержал мембрану возле уха, пока не услышал голос Вульфа и ответ Сола, и отключился. «Какой пустозвон!» — раздраженно заговорила Мэйхаутерн. «Обещает нам спокойную ночь сегодня». Господи, да поймите вы, надо что-то предпринимать. А кого просить? Прескотт поехал с Эйприл в прокуратуру. Возможно, он и хороший адвокат, но не для такого дела. Энди еще мальчишка. А Вульф — обыкновенный краснобай и очковтиратель. Мы гибнем, гибнем!» «Он утверждает, что Эйприл ничего не грозит», — не особенно уверенно пробормотал Дан. «Трипотня!» — фыркнула Мэй. «Мой бог! Да пока мы будем сидеть здесь и выслушивать разные...» «Угомонись, Мэй!» — спокойно произнесла Джун. «Прекрати ворчать. Ты прекрасно понимаешь. Здесь либо Нира Вульф, либо никто. Что тебе предлагали другие, кроме утешений? А если мы погибнем, то так тому и быть. Не терзай Джона. Он и без того до предела извелся». Она взглянула на дочку, и тут же голос ее изменился и стал мягким. «Сэйра, дорогая, мне бы не хотелось спрашивать, для чего ты сюда приехала, но все же интересно было бы знать. Наверное, за тобой послал мистер Вульф?» «Да». Сэйра сидела рядом с отцом. «Он хотел кое-что выяснить. Помнишь, я вчера говорила, что у меня украли фотоаппарат? А вечером и мистеру Гудвину рассказала». И они принялись обсуждать пропажу. Произошли два убийства, миллионное наследство растаяло для них, как дым. Мистер Данни сегодня-завтра должен расстаться со своим постом и превратиться в простого смертного. Эйприл допрашивали в прокуратуре, а их занимал аппарат. И ладно бы они догадывались о его значении для расследования, но насколько можно было судить, об этом никто не думал. Инцидент все еще обсуждался, когда наконец возвратился Вульф. Он уселся в свое кресло, оглядел всех поочередно и деловито произнес. «А теперь давайте немного наведем порядок. Прежде всего, разберемся с мстительностью миссис Хаутерн, порожденной тем, что вы прижали ее с делом о займе. Очевидно, помимо прочего, она сообщила полиции о Васильке, который Энди нашел на ветке шиповника. А мистер Стоффер как раз преподнес ей букетик Васильков во вторник, и она заткнула их за пояс. Начались переглядывания и шипотки. Стоффер спросил. «Как, черт побери?» Вульф погрозил ему пальцем. «Разрешите мне продолжить. Я вовсе не собираюсь изображать из себя всезнайку. Историю я узнал из первых рук. Миссис Хаутерн вчера ее рассказала. Итак, она сообщила это полиции?» «Да», — ответила Джун. «Описав, разумеется, и сцену, где Энди демонстрировал цветок вам и вашему супругу и объяснял, где его поднял. Полагаю, полиция и вас терроризировала?» «Да». «Вы все подтвердили?» «Конечно, нет. Это же неправда». «Значит, стали отрицать?» «Да». Вульф вздохнул. «Скверно. Вы еще пожалеете о своих словах. Но почему? Мы же просто...» «Просто сказали правду, миссис Данн?» «Ничего подобного. Вы солгали. Не считайте меня дураком. И мистера Кремера, кстати, тоже. Миссис Хаутерн ничего не выдумывала. И вам, конечно, следовало в первую очередь рассказать обо всем мне. Вы же сами наняли меня. А теперь вам придется либо выложить правду, либо покинуть мой кабинет, расторгнув наш договор. «Только не думайте, что я полез в бутылку из гордости. Ничего подобного. Вопрос крайне важный. Речь может пойти о жизни или смерти. У меня на руках должно быть заявление от вас самой, вашего мужа и сына о том, что Василек найден именно на месте преступления, и что все трое его видели. Но... «Обычный трюк», — фыркнула Мэй. Вольф хмыкнул и скорчил в ее сторону гримасу. «Эта история превратила вас в тупицу. Я никогда не занимаюсь трюкачеством со своими клиентами». Он снова посмотрел на Джун. «Но...» Тут раздался требовательный голос Данна. «А какие у вас основания утверждать, что Эйприл не грозит опасность?» «Достаточные. Пока я не стану всего объяснять. Знаете, сэр, либо вы полностью мне доверяете, либо разойдемся полюбовно». «Хорошо. Энди действительно нашел там Василек и показал его мне и матери». «Во вторник вечером, как говорит миссис Хаутерн?» «Да». «Что вы с ним сделали?» «Бросил в печку». «Вы это подтверждаете, миссис Данн?» Поколебавшись какое-то мгновение, Джун твердо произнесла. «Да». «Прекрасно». Вульф хмуро посмотрел на нее. «Теперь вам придется отказаться от своих слов в полиции, но уж это ваша вина. Сперва вам следовало посоветоваться со мной. Далее. Ваша сестра изображала из себя миссис Хаутерн. Мистер Гудвин видел ее в приемной с мисс Карри. Оттуда сразу поднялся в библиотеку и уже со мной снова застал миссис Хаутерн. Библиотечный вариант оказался подлинным. Он проверил это, попытавшись приподнять ее вуаль. «Вопли вы слышали. Мы пришли к заключению, что внизу должна быть профессиональная актриса мисс Эйприл. Об этом миссис Хаутерн тоже сообщила полиции?» «Да», — ответила Джон. «А откуда она сама узнала?» «Ей Теркер сказал, дворецкий. Когда приехала мисс Карри, я случайно проходила по вестибюлю, но и велела Теркеру провести ее в приемную подождать. А поднимаясь наверх, подумала об одной вещи. Дейзи была с вами в библиотеке. Значит, Эйприл вполне могла взять в ее комнате платье и вуаль, встретиться с мисс Карри и узнать, чего ради она заявилась. Я отыскала Эйприл в комнате Мэй, рассказала о своей идее и получила одобрение. Мистер Стоффер тоже там был, и он... «Я нет», — отрезал мистер Стоффер. «В смысле, я ничего не одобрял. Наоборот, был категорически против. Но делать нечего. Пришлось спуститься вниз, проникнуть в бар через заднюю дверь и сидеть за портьерами, чтобы в случае необходимости защитить Эйприл. Тогда-то Гудвин меня и увидел». «А Теркер?» «По-моему, сперва он ничего не заподозрил», — сказала Джун. «Эйприл была бесподобна. Она всегда великолепна». «Но потом я выяснила, что Дейзи все еще сидела в библиотеке и в приемной тоже. А Теркер ходил к вам докладывать, что прибыл кто-то из ваших людей. Конечно, сразу он не мог предупредить хозяйку об обмане, но, сообразив, где она, а где самозванка, тут же сказал...» «И теперь миссис Хаутерн выложила все полиции?» «Да». «И вас допросили?» «Да». «Надеюсь, вы все, за исключением мистера Стоффера, говорили только правду?» «Конечно, нет. Мы абсолютно от всего отпирались». «Господи помилуй!» Вульф вздохнул и поджал губы. «Неужели?» «Да». «Эйприл тоже?» «Да». «А Теркер, очевидно, превратился у вас в величайшего лгуна». «Нет. Мы сказали, что он, по всей вероятности, ошибся». «Помоги вам, Боже!» Вульф был вне себя. «Сказать такое!» «Удивляюсь, что все вы до сих пор на свободе». «Ну, а Прескотт в курсе дела?» «Нет». «О спектакле никто не знал, кроме меня, Эйприл, Мэй и Стоффера». «До сегодняшнего утра я даже Джону ничего не говорила». Миссис Дан протянула руку мужу. «Мистер Вульф, я просто умоляю вас поверить. Обычно я не бываю такой дурой. Никто из нас не бывает. Но от этого потрясения мы стали такими беспомощными, что совершенно утратили способность соображать. Прибавьте еще страшное напряжение, в котором мы жили с мужем последние несколько месяцев. Вы не можете не понять!» «Она замолчала». «Из моего понимания, шубу не сошьешь», – ворчливо заметил Вульф. «Оно вам не поможет. Полагаю, теперь это и вам самим ясно. Скажите, о чем мисс Карри говорила с вашей сестрой, изображающей миссис Хаутерн?» «Она хотела получить миллион». «То есть соглашалась отказаться от всей суммы, кроме одного миллиона?» «Да. Уверяла, что ваше предложение смехотворно, но миллион ее вполне удовлетворит». Эйприл ушла почти сразу за мистером Гудвином. Она же понимала, что в библиотеке ему придется столкнуться с еще одной Дейзи. Объявила мисс Карри, что пойдет наверх посоветоваться, а сама побежала в комнату Дейзи и покончила с маскарадом. «А вы, мистер Штоффер, сколько времени вы просидели в нише?» «Да буквально чуть-чуть подождал, боялся, что Эйприл еще возвратится. А когда Гудвин обнаружил меня, я сообразил, что она больше не придет, и ушел через заднюю дверь». «Мисс Карри по-прежнему сидела в кресле?» «Думаю, да. Я ее не видел». Вульф смотрел на него, не отрываясь. «Следующий вопрос относится ко всем. Когда мистер Гудвин вышел из приемной после короткой беседы с мисс Карри, было десять минут четвертого. После этого видел ли кто-нибудь мисс Карри живой?» Все покачали головами, а Дант сказал. «Прескотт говорил мне, что, по словам Дэйвиса, ее не было в приемной немногим позже пяти». «Дэйвиса Таркер проводил в приемную». «Нет, я читал показания Дворецкого. Дэйвис пришел туда сам, а Таркер отправился на поиски Прескота». «Дэйвис это подтверждает?» «Он вообще ничего не подтверждает. Его разыскать не могут. Во всяком случае, сегодня днем он так и не обнаружился». «Ага». Вульф прикрыл глаза. «А вам известно, где он?» «Конечно, нет. Откуда?» «Я не в курсе. Просто спрашиваю». «По-моему, Прескотт должен это знать». Дэйвис выскочил из библиотеки без четверти шесть, а Прескотт почти следом. Он уверяет, что до вестибюля добрался как раз в ту минуту, когда Дэйвис вышел на улицу. Прескотт окликнул его, но тот даже не оглянулся. Треккер присутствовал при этом и подтверждает его показания. «Стоффер и я находились в приемной с вашим полицейским лейтенантом и Ритчеллом. Я сам услышал, как Прескотт зовет Дэйвиса, выбрался в холл и попросил его присоединиться к нам. А через несколько минут мы отправили Теркера пригласить и вас». Теперь голос Дана звучал громче. На щеках появился слабый румянец. Глаза прояснились. Он внимательно посмотрел на Вульфа и вдруг спросил. «А что такое с Дэйвисом?» Вульф покачал головой. «Ничего особенного. Просто любопытно. То, что его не могут найти...» «Неправда», — Дан повысил голос. «Ваш человек вчера специально охотился за ним и откопал где-то в стельку пьяного. Если вы ждете от меня доверия, то сами должны подать мне пример». «Ничего подобного», — отрезал Вульф. «Это вас не спасет. Но со временем вы получите от меня нечто большее. А пока давайте перекусим». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Да, всем нам нужно поесть, снять обувь и отдохнуть». «Великий Боже!» — воскликнула Мэйхаутерн. «Если вы обманщик, то превосходный. Сейчас четыре, и вы, конечно, подниметесь наверх в свой сад». «Правильно», — согласился Вульф. «Дабы упорядочить кое-что, включая и мысли». Он поднялся и взглянул на Сейру. «Может быть, пойдете со мной, мисс Дан? Вы говорили, что хотите полюбоваться моими орхидеями на крыше». Глава семнадцатая «Когда незадолго до шести прибыл инспектор Креммер, я на кухне выжимал лимоны». С той поры, как Нира Вульф в обществе Сейр и Дан поднялся в теплицу, произошли самые разные события. Уехали наши унылые посетители, сообщив напоследок, что после выступления Дейзи в полиции они распрощались с домом Хаутернов на 67-й улице и перебрались в отель. Вульф позвонил с крыши, передал некоторые распоряжения. Во-первых, прислать ему наверх Ори Кеттера за инструкциями. Ори помчался, вскоре спустился вниз и тут же уехал. Во-вторых, отправить Фреда Даркина на одиннадцатую улицу по тому самому адресу, где Юджин Дэйвис числился Эрлом Даусоном, с указанием разыскать и доставить последнего в бюро. Фред отбыл. В-третьих, если получится дозвониться мистеру Рэймонду Плену, это распоряжение осталось для меня сплошной загадкой. Плен был ученым-садоводом и экспертом Дитсона и компани, владельцем почти всех крупнейших цветочных магазинов. Я так ничего и не понял, когда Вульф стал просить его приехать к нам как можно скорее. Звонили Сол Пензер и Дженнет Кейн, и оба раза по требованию Вульфа я соединял их с теплицей. Протокол вести не требовалось, значит, мое умение притворяться не подвергалось ненужному напряжению. Но настроение от этого ни капельки не улучшилось, поскольку я даже не знал, чего ради мне пришлось бы лицемерить. Другой факт, сильно подорвавший мою веру в себя, был связан с тем, что я занялся самостоятельными изысканиями на тему, что особенного в этом снимке, и ничего не добился. Шесть фотографий были извлечены из сейфа, поднесены к окну и рассмотрены под сильной лупой. Но для разрешения загадки убийства Наэля Хаутерна, я с таким же успехом мог бы изучать почтовую открытку с видом Большого каньона. Если разгадка заключалась в снимках, она была не для меня. Однако я упорно продолжал вертеть их в руках до тех пор, пока не приехал Раймонд Плен. Я телефонировал Вульфу, и тот велел фрицу поднять его на лифте вместе с конвертом и растением, которое Фред доставил из Роклинд Каунти. Настроение у меня сразу выровнялось. Я понял, что дело на мази, ибо Вульф никогда бы не стал приглашать к себе Раймонда Плена, только ради того, чтобы втереть мне очки. Я принялся расхаживать по кабинету, строя и тут же отвергая самые нелепые предположения. Я все еще бился над своей проблемой, когда послышался скрип идущего вниз подъемника, а затем шум, свидетельствующий о том, что Фридс провожает мистера Плена на выход. Возвращенный мне конверт с фотографиями, я немедленно запер в сейф и кустарничать больше не пытался. Тем временем телефон позвонил еще дважды. Сначала вышел на связь Джон Чарльз Данн. Он сообщил, что Эйприл вернулась из прокуратуры живой и невредимой. С ней не случилось ничего плохого, если не считать разыгравшейся головной боли. Вместе с ней вернулся и Энди Данн. А преска-то нет. Во время допроса он был, но потом куда-то уехал, пообещав скоро появиться. Второй звонок поступил от Фреда Даркина. Этот уверял, что минут десять держал палец на кнопке с надписью «Даусон», но безрезультатно. Тогда он обратился к вахтеру, и тот впустил его на лестницу. Фред поднялся к дверям квартиры, но и там никакой стук и звонки ничего не решили. С нами он связался из аптеки напротив. Я попросил его подождать у аппарата, позвонил Вульфу по внутреннему телефону и получил от него указание для Фреда раскинуть временный лагерь возле жилища мистера Даусона. Затем, когда я отправился на кухню выжимать лимоны, и прибыл Крэмер. Фридс провел его в кабинет, я поспешил туда же и предложил ему стакан хорошего холодного лимонада. Он даже не соизволил сказать спасибо, ограничившись каким-то невнятным ворчанием. А если судить по гневному взгляду, которым он смерил меня с головы до ног, можно было подумать, что я написал на него кляузу мэру города. Я поставил стакан себе на стул, уселся и проговорил. Погода просто кошмарная. Далее я принялся размешивать лимонад ложечкой. — Идите к черту! — еще менее любезно изрек инспектор. — Я хочу видеть Вольфа! — Отлично, братец! — я отхлебнул лимонад. Через несколько минут он спустится. — Что бы вы ему ни сказали, меня это не заденет. Я намерен от него уйти. Снова он какие-то тайны разводит. Я ими сыт по горло. Представляете, люди звонят сюда десятками, а я не должен ни с кем разговаривать, потому что якобы не умею владеть своим лицом. Чепуха! Кто я такой? Раб. Проклятый кровопийца. Как насчет места для меня в полиции? — Заткнись! — Хорошо, хорошо. Сейчас вы поразитесь. Я действительно заткнусь. Я замолчал и принялся за лимонад. А когда прикончил первый стакан и стал размешивать второй, появился Вольф. Очевидно, он оставил Сейру наверху в обществе Теодора, потому что был один. Поздоровавшись с Кремером, он втиснулся в кресло, позвонил, чтобы принесли пиво, тяжело вздохнул и посмотрел на инспектора, полузакрыв веки. — Что-нибудь новенькое? — Нет, Кремер уже был сама любезность. — Старое. Он вытащил из кармана листок бумаги, посмотрел в него, потом протянул Вольфу. — Вот, взгляните! Тот принял его, прочитал в свою очередь, небрежно бросил на стол и откинулся в кресле, при этом издав неясный звук, ни то смех, ни то ворчание. — Здесь стоит сегодняшнее число. Я бы не назвал вещицу старой. — Да, — согласился Кремер, — эта часть достаточно свежая. — Но что вызвало необходимость такого шага? Ваши прежние штучки больше вам не разрешат брыкаться. Сегодня утром я предложил открытый путь, вы с ним не согласились. — Хорошо. Я оказываю вам честь, приехав сюда лично. Ничем нельзя злоупотреблять. Даже если бы я и хотел поиграть с вами в прятки, у меня бы не получилось. Все, начиная от президента Соединенных Штатов и кончая ректором старших классов, в Арнейского колледжа пытаются вмешаться. — Но я не отступлю, клянусь богом. Он ткнул пальцем бумажку на столе. — Это предложил Скиннер. И я не стал противиться. Пятьдесят раз я предупреждал, что вы попадетесь. И вот, пожалуйста. Какого черта вы воображаете? Только потому, что ваши клиенты — люди с положением, пользующиеся влиянием и властью? Они, мол, вытянут вас из неприятностей? Я никогда не надеюсь на своих клиентов. Пускай они на меня надеются. На сей раз им не повезло. А ведь еще утром вы вполне могли выкрутиться. Например, рассказать о том, что узнали от миссис Хаутерн, как молодой Дан нашел Василек. Или о том, как Эйприл Хаутерн разговаривала с Наоми Карри, изображая миссис Хаутерн. Причем нам прекрасно известно, что Гудвин ее там видел, когда вы с настоящей миссис Хаутерн сидели в библиотеке. Эти и многие другие вещи мы намерены обсудить в надлежащей обстановке. «Вставайте и надевайте шляпу. У меня внизу машина». Вульф посмотрел на него недоверчиво и произнес. «Глупости. Что вам нужно?» «Хватит. Я уже утром все объяснил. И что хорошего из этого получилось?» Кремер поднялся. «Поехали. Нас ждут у Скиннера». «Сегодня воскресенье, мистер Кремер». «Правильно. И поручителя вы найдете не раньше завтрашнего дня. Мы подберем для вас самые большие нары». «Но это же гротеск. Считайте как угодно. Идемте. Мне надоело перед вами распинаться». «Так вы всерьез, да?» «Конечно». «В таком случае прошу повременить. Мне нужны три-четыре минуты, чтобы продиктовать письмо в вашем присутствии». «Кому?» Подозрительно спросил Кремер. «Услышите». Кремер с минуту постоял в нерешительности, потом уселся и опять буркнул. «Валяйте!» «Арчи!» «Твой блокнот!» «Арестовал меня как свидетеля по делу об убийствах Хау Тарнкаре. Возможно, я не сумею выйти под залог до понедельника. Поэтому я собираюсь предать вышеозначенного инспектора и его начальства всеобщему осмеянию. Вам хорошо известно, стоит ли доверять моим словам. Я предлагаю опубликовать нижеизложенные факты в выпуске, который выйдет у вас в понедельник. Мой арест спровоцирован профессиональными раздорами и завистью. Благодаря оригинальной интерпретации вещественных доказательств я обнаружил убийцу, но пока не готов назвать его имя полиции, которая станет все путать и в конце концов засветит ловушку, приготовленную мною для преступника. Поэтому в свое время, можете сказать скоро, его арест осуществит представитель газет. Он же доставит убийцу в полицию с доказательствами его вины. Я непременно буду выпущен под залог самое позднее к полудню понедельника. Не откажите в любезности приехать ко мне домой в половине второго к ланчу. Мы обсудим сумму, которая ваша газета заплатит за мой подарок, а также разные технические подробности. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, заделай мою подпись и позаботься о том, чтобы мистер Оливер получил эту бумагу до десяти часов завтрашнего вечера. Вульф поднялся на ноги и буркнул. Ну, сэр, я готов. Даже не пошевелившись, Кремер заявил. Оливер ничего не получит. Я заберу и Гудвина. Вульф пожал плечами. Это отсрочит дело на сутки. Мое письмо появится в газет во вторник вместо понедельника. Он не посмеет. И вы тоже. Вы что, законы не знаете? Оливер не станет на них посягать. Вульф хмыкнул. Законы? Да если убийца будет отдан в руки правосудия, и не один, а с вескими доказательствами его вины, они прослывут настоящими героями. Вы потеряете свою лицензию. Зато получу от газет столько, что смогу, наконец, отдохнуть от дел. Блефуете? Не капельки. Я же договорился с мистером Оливером. Кремер поглядел на меня. Я ему сочувственно подмигнул. Тогда, склонив голову к плечу, он возрился на Вульфа. И вдруг вся кровь бросилась ему в лицо, оно стало растерянным и жалким. Стукнув кулаком по столу, он вскочил и завопил на Вульфа. «Садитесь, проклятый носорог! Садитесь немедленно!» Зазвонил телефон. Я потянулся за трубкой и услышал нетерпеливый голос Фреда Даркина. «Арчи, приезжай как можно скорее. Я опять там, где был. Теперь уже с мертвецом на руках. Во всяком случае, он вполне может им стать». «Извините, — вежливо произнес я. Но я, к сожалению, не могу сообщить об этом мистеру Вульфу. Впрочем, сам он все равно не приедет. У него посетитель из полиции. Подождите, пожалуйста, у аппарата». Я обратился к Вульфу, придерживая трубку таким образом, чтобы Фред все слышал. «Это тот самый Даусон. Помните, еще днем он звонил. Предлагает несколько блоков сигарет из Венесуэлы по сотне за десяток. У него есть...» «Сейчас поехать не могу». «Да я-то понимаю». «А ты съезди. Скажи, что уже выходишь». Я заговорил в микрофон. «Мистер Вульф просит передать, что возьмет их, если они в хорошем состоянии, мистер Даусон. Я скоро примчусь. Минут через пятнадцать». Я положил трубку и вышел из кабинета. Тревожило меня только то, что если у Кремера появится подозрение, ему будет легче легкого подойти к телефону и выяснить, откуда звонили. Но, судя по физиономии, мысли у него были заняты совсем другим. «Машина Кремера стояла перед нашим домом впритык к моему родстеру. Я весело приветствовал двух полицейских, сидящих там на передних местах, вскочил на своего коня и был таков. Конечно, им вряд ли приказывали следовать за мной, но я все же завернул на тридцатьчетвертую улицу и немного переждал, а потом уже поспешил на окраину города. В это время июльского воскресенья город был почти пуст, а мне предстояло проехать чуть больше мили. Я остановился там же, где и накануне. Чуть поотдаль от нужного дома. Дошел до него пешком, нажал на кнопку под табличкой Даусон, дождался щелчка и поднялся на второй этаж. В самом конце холла у приоткрытых дверей обнаружились два свидетельства применения грубой силы. Во-первых, в щепке был истерзан дверной косяк, а во-вторых, значительно пострадало лицо Фреда Даркина. Левая его сторона распухла, на правой красовались огромный синяк из ссадина. «Ого!» — сказал я. «Так значит, ты мертвец?» «Заткнись!» — бросил он беззлобно. «Вот, взгляни-ка!» Я поспешил за ним в квартиру, и передо мной предстали новые доказательства насилия. Стол и стулья были перевернуты, ковры сбиты, а на полу лежал Глен Прескотт. Он вовсю таращился на нас. Его физиономия являла собой совсем уж плачевное зрелище. Все вокруг было измазано кровью, особенно воротничок, галстук и рубашка адвоката. «Он недавно пришел», — изрек Фред, «но говорить не хочет. И кровь у него из носа течет». Прескотт застонал. «Я скажу», — пробормотал он с трудом. «Скажу, если смогу. Похоже, у меня внутреннее повреждение». И стал хвататься за живот. «Он сюда меня бил». Я опустился перед ним на колени и пощупал пульс. Потом с предельной осторожностью принялся ощупывать его самого. Он весь перекосился, охал и стонал, но я никак не мог обнаружить источников таких страданий. Затем Фред принес влажное полотенце. Я обтер Прескоту лицо и поднялся. «Сомнительно, чтобы вы были серьезно ранены, хотя с уверенностью утверждать не стану. Ведь вас только кулаками били, не так ли?» «Ох, не знаю. Он свалил меня с ног, но я поднялся и опять упал от его удара». «Кто это был?» «Дэвис?» «Я не собираюсь». Он снова застонал. «Конечно, Дэвис», – вставил разгоряченный Фред. «Он должно быть вошел, когда я ходил звонить вам. Ну а потом я вернулся и начал наблюдать за входом. Смотрю, является этот тип и жмет на звонок. Через некоторое время слышу шум. Вахтер тоже из своей клетушки выползает. Словом, переполох. В дом он меня впустил, но неприятностей не пожелал и остался внизу. А тут на втором этаже все сразу прояснилось. Я даже видел его мельком, просто не смог быстро отреагировать. Головой обо что-то стукнулся. Прихожу в себя, валяюсь под лестницей, а вокруг никого. Тогда я поднимаюсь и в квартиру, и нахожусь здесь вот этого». Я оглянулся, увидел телефон, подошел к нему и набрал знакомый номер. Ответил сам Вульф. «Это Арчи. Кремер еще там?» «Да». «Должен ли я сообщить о положении дел?» «Да». «Ну так вот, я говорю из апартаментов Даусона. Передо мной на полу лежит избитый Прескотт. Есть отдельные синяки. Над ним Дэвис потрудился. Он же и Фреда сшиб с лестницы. А теперь отправился гулять. Фред тоже здесь». «Прескотт сильно изувечен». «Сомневаюсь». «Привези его сюда». «А что скажет Кремер?» «Его машина перед домом, в ней два фараона». «Все нормально. Мы действуем заодно с полицией. Какая приятная неожиданность». Я повесил трубку и повернулся к Прескотту. «Инспектор Кремер гостит у Нировульфа и просто мечтает вас увидеть. Мы собираемся помочь вам спуститься вниз». «Но я так искалечен», – просипел он. «Как бы мне не стало хуже». «Вот уж не думаю. Давайте-ка посмотрим, устоите ли вы на ногах. Сюда, Фред». Мы подняли его, ничего не сломав и не повредив. Если судить по стонам, которые он при этом издавал, можно было подумать, что наша затея бессмысленна. Но я снова пощупал ему пульс и убедился, что он ничуть не хуже моего. Поэтому мы повели адвоката вниз, не обращая внимания на его причитания и охи. Пока он сидел на ступеньках возле выхода, я подогнал машину к крыльцу. Мы подхватили Прескота под руки и практически отнесли в родстер. Я уселся на водительское место, а страдальца поручил заботам Фреда. Но тот, покачав головой, решительно заявил. «Нет, у меня другое задание. А вдруг к тебе появятся вопросы? Полезай в машину». «Они смогут расспросить меня и позднее. Сейчас я должен кое-что сделать». Блески его глаз и напряжение в голосе доказывали, что спорить с ним бесполезно. «Хорошо», — сказал я. «Но учти, что у тебя только один шанс из миллиона его разыскать. А если найдешь, не будь дураком. Помни, что любой гражданин нашей страны, столкнувшись с правонарушением, может законно произвести арест. Возможно, ты ничего не увидишь, зато почувствуешь, как следует поступить. Соображаешь?» «Пошел ты со своими советами», — сказал он мирно и быстро пошел прочь. Я включил мотор. Пока мы ехали по 35-й улице, Прескотт вдруг объявил, что надумал обратиться в больницу. Я решил его не отговаривать и продолжал нажимать на акселератор. Перед домом Бульфа нас явно поджидали двое ребят из машины Кремера. Они помогли спустить мой груз на тротуар, обращая на его протесты не больше внимания, чем я сам. Мы благополучно преодолели ступеньки крыльца и вошли в здание. В холле нас встретили не только Вульф с инспектором Кремером, но и доктор Волмер, кабинет которого находился на нашей улице. Парадом командовал Нира Вульф. Указания сыпались направо и налево. Врач и один из фараонов поднялись по лестнице, тогда как нам с Прескоттом предоставили подъемник. Я оставил всех троих в свободной южной спальне и вернулся в кабинет. Там уже сидели Вульф и Кремер. Я принялся рапортовать заново, хотя мне почти нечего было добавить к своему телефонному сообщению. Вульф молчал, но по выражению его лица было ясно, что лишь присутствие инспектора не позволяет ему высказать свое далеко не лестное мнение о действиях Фреда Даркина. И потом, они бы наверняка посчитали эту кампанию стоящей только в том случае, если бы на месте Прескотта был теперь Дэвис. Кремер вызвал по телефону свою контору, и по тем приказам, которые он пролаял какому-то подчиненному, я понял, что о Даусоне ему уже все известно, и вся полиция поголовно разыскивает сейчас самого младшего компаньона доброй старой фирмы. Как раз в ту минуту, когда Кремер повесил трубку, раздался звонок в дверь. И пока я бежал в холл, сталкивался с фрицем и говорил ему, что открою сам, он не прерывался ни на секунду. Распахнув дверь как можно шире, я отступил в сторону и заулыбался от уха до уха. Второй дополнительный полицейский стоял на ступеньках с настороженным и одновременно растерянным видом. Против меня стоял Юджин Дэвис, Эрл Даусон, без шляпы, взъерошенный и неаккуратный. А рядом, прижав пистолет к его ребрам, торжествовал Фред Даркин. Ну и ну, заметил я одобрительно. Фред, поглощенный своим заданием, не обратил на меня внимания. «Шевелись, ты, обезьяна!» – скомандовал он. Приказ подкрепился нажимом пистолета, и Дэвис вошел внутрь. Я побрел за ними к кабинету. Фред заставил свою добычу подойти прямо к столу Вульфа, потом всунул оружие в карман и угрюмо произнес. «Вот теперь попробуй сбежать или наброситься на меня. Ведь надо же!» «Достаточно, Фред!» – спокойно сказал Вульф. «Где ты его нашел?» «У Виллиана в забегаловке на восьмой улице. Помните, там?» «Очень хорошо!» «Я доволен!» «Он вооружен?» «Нет, сэр!» «Прекрасно!» «Садитесь, мистер Дэвис!» «Похоже, что...» Отворилась дверь и вошел доктор Волмер. Увидев собравшихся, он замешкался и лишь потом приблизился. «Извините, но я должен бежать. Пациенты ждут. С этим человеком наверху все в порядке. Правда, он заработал несколько синяков, и нервы у него совсем расстроены. Могу посоветовать снотворное». «Спасибо, доктор. Мы о нем позаботимся. Бегите себе на здоровье!» Вульф взглянул на Дэвиса. «Это мистер Прейскотт. Да-да, он здесь. Удивительно, что вы его не убили». «Честное слово, удивительно». Он повернулся к инспектору. «Полагаю, теперь мы можем начать, мистер Крэммер. Только неплохо было бы пригласить мистера Дана. Точнее, их всех. Не могли бы вы позвонить в отель?» Глава восемнадцатая. В южной спальне жаркий ветер шевелил занавески на окнах. Полицейский надел китель, обтер лицо и шею носовым платком, и в довершении ладонью пригладил волосы. Глен Прейскотт со стоном опустился на стул. «Я бы с удовольствием поговорил с Вульфом», – сказал он обиженным тоном. «Но почему он сам не может подняться сюда?» «Я даже шнурки завязать на ботинках не могу». Я ужасно устал, пока вытаскивал его из кровати и кое-как одевал. А теперь пришлось еще доставать рожок для обуви, опускаться возле Прейскота на колени и цеплять на него ботинки. Наконец, я поднялся. «Раз, два, три, пошли!» «Ради бога! Неужели вы хотите, чтобы мы несли вас на руках?» «Ничего, на лифте доедет», – раздраженно изрек полицейский. Прескотт стиснул зубы, выпрямился, охнул и сделал шаг к выходу. Внизу он даже замер в дверном проеме, так как его поразило количество собравшихся. Кабинет был полон, стулья стояли повсюду. Сейродан спустилась из теплицы и осталась теперь в уголке у книжного шкафа Сэнди и Селлией. Вульф занимал свое место за столом, на дальнем конце которого между Крэмером и окружным прокурором Скиннером втиснули Юджина Дэйвиса. Эйприл, Мэй и Джун сидели спиной к выходу. Стопфер примастился под Ли Эйприл. Она по-прежнему была под его опекой. Когда Джон Чарльз Дан приблизился к Прескоту, глаза у него округлились от изумления. «Глен, что с вами случилось?» «Господи, боже мой!» Прескотт только покачал головой. Сомневаюсь, чтобы он слышал или хотя бы видел Дана. Его глаза, правый совсем заплыл и походил на узкую щелку, были устремлены на Дэйвиса. Но тот стойко не глядел в сторону адвоката. Полицейский занял пост у двери. Вульф махнул рукой. «Арчи! Стол для мистера Прескота возле тебя!» Я сжал его локоть, и он послушно двинулся к указанному месту. Тотчас же Дженет Кейн поднялся с кресла в первом ряду и передислоцировался к Солу Пензеру. Он прекрасно знал порядок подобных заседаний в кабинете Нера Вульфа. «Это выглядит весьма внушительно, мистер Вульф!» Насмешливо проговорила Мэйхаутерн. Вульф внимательно на нее посмотрел. «Я вам не нравлюсь, не так ли, мисс Хаутерн? Прекрасно вас понимаю. Вы реалист, а я романтик. Но все устраивается не ради эффекта. Каждый из вас мне обязательно понадобится. Это моя работа. Я разыскиваю убийцу, и сейчас он находится здесь. Он перевел глаза на окружного прокурора. «Дело может оказаться весьма скользким, мистер Скиннер. Добраться до истины будет не так-то просто. Надеюсь, вы выполните свое обещание». «Как договорились», — громко ответил Скиннер. «Слово я всегда держу. Главное, чтобы вы сдержали». «Не сомневайтесь, сэр». Вульф оглядел всех собравшихся и остановился на самом непривлекательном. «Мистер Прескотт, я понимаю, что вам трудно говорить, поэтому постараюсь максимально облегчить вашу задачу. Как адвокат, вы, разумеется, знаете, что вовсе не обязаны отвечать на вопросы. Но имейте в виду, я упрям и требователен. Прежде всего, я прошу вас подтвердить несколько фактов. «В марте 1938 года вашим личным секретарем была молодая женщина по имени...» «Как ее звали, Сол?» «Люсиль Эйдамс», — сообщил тот. «Когда она умерла?» «Два месяца назад, в мае 1939 года от туберкулеза. У себя дома по адресу...» «Хватит, спасибо». «Все правильно, мистер Прескотт». «Ну, конечно», — промямлил адвокат. «Именно мисс Эйдамс вы диктовали завещание на Эля Хаутерна». «Я не помню». «Бормотание стало немного яснее». «По-видимому, да». «В то время она была вашим доверенным секретарем и выполняла конфиденциальные стенографические и машинописные работы». «Да», — раздался ворчливый голос. «Если это шутка, то шутка скверная», — заговорил Юджин Дэйвис. «Идет официальное расследование. Здесь же окружной прокурор сидит. Вы что, у него в штате, мистер Вульф?» «Нет, сэр. Я частный детектив. Мистер Прескотт, а вас, оказывается, представляет поверенный?» «Конечно, нет». «Хотите вы, чтобы мистер Дэйвис в качестве вашего защитника вмешивался в наш разговор?» «Нет». «Тогда продолжим. Займемся вопросом организации работы в вашем бюро». «Блокноты доверенного секретаря нумеруются, а по мере их заполнения и перепечатки уничтожаются». «Верно?» Прескотт заерзал на стуле, но стонать не стал. «Да, я отвечаю «да». А теперь я бы тоже задал вопрос. Меня интересует, кто обследовал постановку дела в моем бюро и почему». «Я», — голос Вульфа зазвучал жестче. «Точнее, мои агенты. Мистер Пензер и мистер Кейн. Они как раз сидят сзади. Заверяю вас, ничего предосудительного им делать не пришлось. А если вы начнете демонстрировать возмущение, то кровь ударит вам в голову, и ничего, кроме дурного самочувствия, вы не добьетесь. Я бы советовал... «Не задерживайтесь», — нахмурил брови окружной прокурор. «Мы не на лекцию собрались». Вульф даже не взглянул на него, по-прежнему обращаясь к Прескоту. «Если мистер Скиннер не станет меня прерывать, я объясню все очень быстро. Мне было поручено расследовать три проблемы. Завещание на Эля Хаутерна, убийство на Эля Хаутерна и убийство на ее Микари. И то, будет ли моя уверенность в их правильном разрешении обоснованной или ложной, зависит от достоверности нескольких гипотез, выдвинутых мною с учетом добытой информации. Если хотя бы одна из них не верна, значит, где-то я допустил промах. Поэтому прошу вас решительно всех слушать меня как можно внимательнее». Гипотеза первая. Юджин Дэвис безумно и безнадежно любил Нейо Микари, а когда она бросила его ради на Эля Хаутерна, настолько переполнился отчаянием и ревностью, что начал не только неумеренно пить, но и, похоже, делать другие глупости. Так продолжалось почти три года. Причем она еще вполне могла дарить ему какие-то крохи. Правильно, мистер Дэвис? Ответьте, это поможет нам понять ее характер. Все посмотрели на Дэвиса, но он молчал, поджав губы и по-борцовски выдвинув вперед челюсть. Его ненавидящий взгляд не отрывался от Вульфа. Наконец он с трудом проглотил слюну, и судорога прошла у него по физиономии. Вульф пожал плечами. Гипотеза вторая. Дэвис великолепно понимал, что собой представляет мисс Карри, самолюбивое, жадное и беспринципное создание. Но понимал он и то, что не сможет избавиться от страданий, которые испытывает из-за ее близости с Наэлем Хаутерном. Знал он и содержание завещания Хаутерна. Оно хранилось в сейфе его фирмы, а Дэвис имел к нему доступ. Гипотеза третья. Смерть Люсиль Эйдамс два месяца назад навела его на мысль о превосходной афере. Проницательный ум усматривает возможность действия там, где обычный ее не заметил бы. Так или иначе, но идея созрела, и он ожидал удобного случая для ее выполнения. Выяснив, что Хаутерн собирается во вторник в Рокленд Каунте, он договорился на это время с мисс Карри, уверяет теперь, что они катались в Коннектикут. Но куда бы они на самом деле не направились, он сумел бы оставить ее одну ровно настолько, чтобы смотаться в Рокленд Каунте и обратно. Возможно, и план у него был, и оружие. Но, увидав на опушке леса Наэля Хаутерна с дробовиком в руках, он решил, что само небо послало ему долгожданный шанс разделаться с соперником. И, конечно, им воспользовался. Я не сомневаюсь, что мисс Карри ничего не знала. Ей это не требовалось, да и он не хотел ее ни во что впутывать. Гипотеза четвертая. Вечером во вторник... Обождите минутку. Юджин Дэвис решил, что наступила пора сказать свое слово. Он смотрел на Вульфа, прищурившись. Так вы утверждаете, что Хаутерна убил я? По-моему, я выразился достаточно ясно, мистер Дэвис. В таком случае вы безмозглый идиот. Обвинять человека... Очень может быть. Но почему вы, адвокат, не даете мне закончить? Выслушайте все, а потом возражайте. Итак, гипотеза четвертая. Есть основания предположить, что во вторник вечером Дэвис отправился в свое бюро Извлек завещание Хаутерна из сейфа Отпечатал новую первую страницу На той же машинке Использовав точно такую же бумагу И сформулировав все так, Чтобы продолжение на странице второй Подходило к тексту Без нее обойтись было нельзя Там стояли личные подписи Хаутерна И свидетелей При жизни Хаутерна Он бы никогда на это не решился Хотя допечатку Вполне мог приготовить заранее Ибо столь деликатную работу Нельзя было выполнить в торопях Пятая гипотеза Скорее всего По завещанию Хаутерна Мисс Карри вообще ничего не наследовала О неофициальных дарах Мы можем только догадываться А вот в том, что ее имя Было упомянуто в документе Я сильно сомневаюсь Обычно такие вещи не делаются Даже если представить, что мистер Хаутерн Не побоялся скандала Сумма все равно была бы сравнительно умеренной Итак, Дэйвис сделал мисс Карри Соблазнительное, но вполне реальное предложение Если она торжественно поклянется Сохранять ему верность То в завещании, похищенном из несгораемого сейфа Он перепечатает первую страницу И превратит любимую женщину В наследницу 7 миллионов долларов Документ составлял Глен Прескотт Кислым тоном напомнила Мэйхаутерн Вульф кивнул Дэйвис взвесил шансы И наверняка уничтожил дубликат Если таковой имелся Либо также заменил в нем первую страницу Однако Подлинное содержание завещания Могли выяснить из трех других источников Во-первых, из блокнота стенографистки Но его в соответствии с правилами Давно уничтожили Во-вторых, у самой стенографистки Ее теперь тоже не существовало Ну и, наконец, у Глена Прескотта Его партнера, лично составлявшего текст Вот это уже было рискованно Но Дэйвис человек умный Находчивый и расчетливый Он не струсил Он превосходно знал Что для Прескотта Самым важным на свете Было доброе имя И процветание его юридической фирмы И потому решил так Обнаружив подмену первой страницы Прескотт, конечно, ужаснется Растеряется И сразу заподозрит именно его Но осмелится ли он разоблачить? Великий Божий Ядовито произнес Дэйвис Какое у вас богатое воображение Вы забрались в настоящие дебри А я сейчас полезу еще глубже Невозмутимо отпарировал Бульф Дэйвис ответил себе на этот вопрос отрицательно Нет, Прескотт не станет его трогать Для него Дэйвис в первую очередь Озаренный адвокат Которого погубила Неизлечимая страсть к мисс Карри Поскольку мистер Хаутерн Теперь устранен А жадность нею Микари удовлетворена У Дэйвиса есть все основания Сохранить эту дамочку И стать, наконец, самим собой Послужив во славу фирмы С другой стороны Если Прескотт разоблачит преступника И обнародует неприглядные факты То независимо от изобличения Дэйвиса Фирму ожидает непоправимый удар Данвуди уже старик Практически одно только имя У Прескотта безусловные способности Но ему не хватает блеска И он отлично это понимает Словом, без Дэйвиса Да еще после такого скандального дела Фирма не сможет подняться Расчет Дэйвиса оказался верным Трудно сказать, сколько времени Прескотт боролся с собой Но в конце концов Отвез-таки завещание в особняк Хаутернов И вечером во вторник Прочитал его собравшимся членам семьи А после этого Разумеется, стал соучастником преступления Несмотря на то, что Дэйвис Не чувствовал теперь угрозы Со стороны Прескотта Он неожиданно столкнулся Совсем с другой опасностью Где, как и почему Она впервые появилась Сказать не могу Но Нейоми Карри Наверняка догадалась О поступке Дэйвиса И либо пугала его разоблачением Что в общем маловероятно Либо, и это более реально Категорически отказалась Поддерживать близкие отношения с убийцей Так или иначе Но в результате Дэйвис увидел Мисс Карри в приемной Хаутерновского особняка Ударил чем-то по голове Задушил И затолкал за Арчи Его восклицание было излишним Я уже вскочил со стула Однако Кремер Первым выбросил вперед руку Перекрывая дорогу Сорвавшемуся с места Дэйвису Но даже этого не потребовалось Дэйвис издал какой-то Страдальческий звук И словно обессилев Упал обратно на сиденье Тело его разом обмякло И стало безжизненным Что касается Вульфа То он смотрел вовсе не на Дэйвиса Но, мистер Прескотт Теперь дело за вами У меня есть парочка Вещественных доказательств Но прежде чем я их представлю Нам нужно достичь полного взаимопонимания Ваша попытка спасти доброе имя фирмы Не удалась Убийца мистера Хаутерна И мисс Карри Скоро будет наказан Мы предоставляем вам Последний шанс Облегчить собственную участь И помочь его разоблачить Вульф взглянул направо Мистер Скиннер Я действительно располагаю доказательствами Но хочу, чтобы первым заговорил мистер Прескотт В случае, если сведения окажутся для правосудия ценными Я буду настаивать Чтобы прокуратура не привлекала его к ответственности Как соучастника мошенничества Само собой, пробасил Скиннер Широкой огласки мы не допустим Голос у него был ужасно унылым Только не надо забывать, что все зависит от сути показаний Он внимательно поглядел на Прескотта Теперь послушайте меня Если вы и впрямь сумеете нам помочь Я охотно сделаю для вас то же самое Но если вы станете упорствовать и что-то скрывать Тогда помогай вам Бог Вы попросту разделите участь преступника Какими бы благородными соображениями не мотивировался ваш поступок Теперь все уже смотрели на Прескотта Его лицо и прежде представляло интересное зрелище А теперь, помимо синяков, ссадин и сильной припухлости Оно еще приобрело кирпично-красный оттенок Словно где-то произошла закупорка сосудов И вся кровь сконцентрировалась в одном месте К Дэйвису Прескотт не поворачивался Он даже на Скиннера не осмеливался взглянуть Поскольку тот сидел с Дэйвисом рядом Его левый здоровый глаз И правый в виде узенькой щелочки Были устремлены на Вульфа Что? Чего вы от меня ждете? Я... Что я должен рассказать? Правду, сэр Чистую правду О завещании и... Дэйвис не выдержал Не валяйте дурака, Гленн Держите рот на замке С завещанием, ровным голос повторил Нировульф Дэйвис в любом случае погорел Какую сумму Хаутерн отписал мисс Карри? Он... Нет, не могу Говорите живее, гаркнул Скинер И Прескотт не сказал, а прошелестел Он ей ничего не оставил Ее имя вообще не было упомянуто Ясно О жене? Свыше двух миллионов долларов По миллиону каждой сестре Единовременные пособия слугам, племяннику и племяннице Не были изменены И миллион в научный фонд Варнейского колледжа Замечательно Арчи Запомни Вы же понимаете, мистер Прескотт Что я бы мог просто завалить вас вопросами Но предпочитаю этого не делать Вы сами все объясните Итак Багрувые пятна на физиономии Прескотта Постоянно меняли свою интенсивность Однако голос его звучал почти с прежней силой и уверенностью Ну что же, слушайте Когда мы встречались с мисс Кари во вторник Она мне все объяснила Это и правда дело рук Юджина Дэвиса Неоми была с ним в сговоре Проклятый сопляк! Выкрикнул Дэвис, вскакивая на ноги Креммер подскочил одновременно с ним Ну и я, конечно, тоже Впрочем, опять напрасно Дэвис стоял неподвижно И презрительно глядя на Прескотта Говорил изменившимся от возмущения голосом Так вы предаете меня? Трус и негодяй! Рассчитываете спасти шкуру Свалив собственную вину на другого? Мне очень жаль, что я поколотил вас Что вообще до вас дотронулся Это вы ее убили За нее, за старого Данвуди За всех, кто собрался сейчас в этом кабинете Я и расквасил вашу физиономию Единственное, на что оказался способен Да, я хотел вас прикончить Охотно в этом признаюсь Характера не хватило Твердости Только изуродовать смог А теперь вы угодили в ловушку, расставленную этим человеком? Вообразили, будто обманули его? Будто он действительно верит в мою вину И вам удастся выйти сухим из воды? Какая наивность! Впрочем, нет Трусость и подлость Дэвис повернулся к Вульфу А вы на самом деле умный человек Это было сказано с горечью Чертовски умный И, разумеется, вы совершенно правы Преступник Прескотт Вам нужно было заставить меня говорить И вы своего добились Он возжелал Нейуми еще шесть лет назад Но тогда она предпочла меня Он всегда ее хотел Хитрый и осторожный интриган Страсть буквально снедала его изнутри Я знал это Но не мог отказаться от Нейуми И мне и в голову не приходило До какой степени он истерзан Пока в пятницу она сама не поведала мне О его фокусе с завещанием И о предложении руки и сердца Мисс Кари согласилась выйти за него замуж Вы абсолютно верно ее оценили Она и вправду была честолюбива Была жадна и неразборчива в средствах Но теперь Словом, ее больше нет Однако в пятницу Догадавшись о том, что Наэля Хаутерна убил Прескотт Она решила поставить на нем крест Отделаться навсегда Потому-то он и убил ее Испугался, что под сильным нажимом Она сломается и выложит всю правду Может, присядете? Предложил Крэмер Еще минуту Дэвис по-прежнему смотрел на Вульфа Позвольте мне постоять Однако, мистер Вульф Недовольно произнес Скиннер Вы утверждали, что располагаете Доказательствами вины Дэвиса Ничего подобного, сэр Я говорил о фактах Изобличающих преступника Но имени мистера Дэвиса не называл Арчи Достань-ка из сейфа конверт Я пробрался между плотными рядами приглашенных Нашарил нужную вещь Вернулся обратно и вручил ее Вульфу Тот вытряс фотографии на стол И одну из них попросил передать Прескоту Я повиновался Практически мне пришлось всунуть снимок ему в руку Впрочем, он даже не потрудился на него посмотреть Его здоровый глаз как-то странно остекленел Вульф оставался предельно вежливым Этот снимок, мистер Прескотт Сделан в шесть часов вечера во вторник Мисс Сейрейдан Вы поджидаете ее с машиной Перед антикварным магазином, в котором она работает У вас в петлице дикая роза или, по-другому, махровый шиповник Вчера вы об этом вспомнили и украли фотоаппарат Но было слишком поздно Мисс Дан в первый же день сдала пленку в лабораторию Скажите, как вы умудрились раздобыть дикую розу в центре Нью-Йорка? Он немного подождал Но Прескотт ничего не ответил И по всем признакам ответить не мог Единственное, на что он был способен Это смотреть на Вульфа с идиотским видом А достали вы ее Вовсе не в Нью-Йорке Продолжил Вульф по учительным тоном Ни в одном цветочном магазине города Дикие розы не продаются Зато когда вы покидали свой кабинет во вторник Около часу дня То согласно показаниям наблюдательной молодой женщины из приемной Как ее зовут? Дженнет Мэйбл Жанкс Сказал Дженнет громче, чем необходимо Только она, смелюсь доложить, совсем не молодая Это не важно Во всяком случае она женщина Так что же красовалось у мистера Прескотта в петлице Когда он отправился во вторник на ланч? Василек Вот именно Василек Да, мистер Прескотт Как раз увядший Василек Энди Дан нашел на ветке шиповника Недалеко от тела Хаутерна У меня есть два доказательства Что там-то и вырос цветок Который впоследствии оказался у вас в петлице Во-первых, прекраснейший снимок места преступления Сделанный все той же мисс Дан И во-вторых, растение в вазе наверху Которое я попросил доставить оттуда одного из своих людей Лично я предполагаю Он сам решил, что ваш Василек потерял привлекательность Это даже правдоподобнее В таком случае он опустил ружье на землю, чтобы освободить руки И вы, конечно, воспользовались предоставившейся возможностью Потом, когда он уже был мертв Вы так лихорадочно стремились поскорее сбежать оттуда в Нью-Йорк И обеспечить себе алиби, заехав к мисс Дан Что совершенно забыли про оба цветка И Сейра щелкнула вас с дикой розой Сорванной в Рокленд Каунте Этот снимок полностью изобличает Эй! Совершив головокружительный прыжок через длинные ноги Скиннера Кремер обеими руками вцепился в горло Прескота Я в жизни своей не видел ничего более жалкого И не хочу видеть Несчастный слезняк Неожиданно запихал фотографию в рот И начал судорожно ее пережевывать Наверное, проглотить хотел Оставьте его в покое, вежливо посоветовал Вульф Пусть себе жует У меня негативы припрятаны Кстати, можете их забрать, мистер Скинер Только прошу вас, увезите его отсюда поскорее Надо сознаться, что наши желания совпадали На Прескота действительно было противно смотреть Он и правда оказался настоящим слезняком Зато надо было видеть знаменитых сестер Хаутерн Тут вообще можно было подумать, что находишься не в кабинете частного детектива А где-то в свадебном бюро Возле книжных полок ворковали рядышком Энди и Селия Эйприл разрешила наконец Острику заключить себя в твердые мужские объятия Джон Чарльз Дан без стеснения целовал Джун, а та нежно сжимала его руки Только Мэй не сдавалась Взглянув на Вульфа, она потребовала Объясните же, что теперь будет с завещанием Если первая страница уничтожена, то как мы установим? Вульф просто махнул рукой Ордер на арест Вульфа до сих пор хранится у меня в столе, где я собираю сувениры Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов Спасибо и до новых встреч! Киев, январь 2024 года